В начале нашего большого курса нам нужно дать рабочее определение, что такое лидерство. Но прежде чем мы займемся вопросами рабочего определения лидерства, давайте мы с вами коротко обсудим основные, главные предпосылки мировоззренческие нашего подхода к лидерству управления и педагические. Потому что не только в рамках наших аудиторных занятий, но и потом просмотра видео лекций нужно обозначить, как можно и стоит преподавать и как лучше учиться лидерству. Ну давайте о мировоззренческих предпосылках. Как я уже сказал, данный курс он разработан в сотрудничестве с моими коллегами в высшей школе лидерства Санкт-Петербургского христианского университета. И мы своей миссией видим то, чтобы повышать эффективность руководителя на основе христианских ценностей и профессиональных компетенций. Наша целевая аудитория это профессиональные управленцы, лидеры, руководители христианских организаций, священнослужители, руководители предприятий, коммерческих организаций, работники образования. В своих курсах педагогической деятельности, в разработке каких-то концепций мы руководствуемся несколькими мировоззренческими предпосылками. Я хотел бы их обозначить. И возможно завтра в дальнейших наших видео лекциях мы более подробно их обсудим. Во-первых, для нас непреложным является то, что Бог есть. И Он участвует в жизни людей, организаций. И мы в своей деятельности основываемся на теоцентричном, тринитарном, христианском благословии. Во-вторых, человек является венцом творения Бога. Понимание человека является также задачей понимания Творца, который создал человека. Богопознание и понимание воли Божией – это основа богоугодного, эффективного лидерства и руководства. Потому что, в общем-то, для человека, у которого есть Творец, Создатель, наверное, есть и некая программа жизни от этого Творца, Создателя. Поэтому понять, в чем Божий замысел в моей собственной жизни, очень важно. На основании Священного Писания мы видим, что кризис лидерства, руководства заключается в грехопадении. Когда человек непослушанием Богу внес диссонанс в то, что должно было быть гармоничным и созидательным. Но есть выход к богоугодному, созидательному, совершенному, эффективному лидерству и руководству. Этот выход основывается на вере в спасительную силу Иисуса Христа, который является тем, кто через свою крестную смерть даровал человеку возможность вернуться к Богу, вернуться к Создателю, вернуться к тому, кто может не только простить, но преобразить, дать новую природу и дать новое направление. Через спасение человек, по вере во Христа, человек приобретает возможности к богоугодному лидерству и руководству, которое основывается на том, чтобы вести людей, организации, да в общем-то и руководить собой в соответствии с замыслом Бога. Мы четко обозначили для себя, что Священное Писание, Библия, является основой мудрости для практической жизни человека. Это источник мудрости от Бога, живого Слова, которое научает, наставляет, обличает, исправляет человека. В христианском сообществе мы воспринимаем понятие лидерства и руководства очень широко. И когда мы говорим о лидерстве и руководстве, мы говорим о том явлении, которое в общем-то наблюдается не только в поместных христианских общинах, не только в христианских организациях, но в светских организациях, в группах, коллективах человеческих. Везде, где есть взаимодействие людей, при достижении общей цели присутствует лидерство. И Божий свет, и Божья мудрость касается лидерства и руководства всех сфер. И может облагородить, и может помочь быть эффективным. Ну и последнее. Мы воспринимаем, что мудрость Божья, силы, крепости, свет, духовная поддержка, она исходит из источника одного. Но пути, каким передается эта мудрость и просвещение различные. Человек верующий, который руководствуется христианскими принципами, обращается к Священному Писанию, обращается к Господу Богу, он также рассматривает мир вокруг себя. Поэтому невозможно говорить о лидерстве и руководстве в отрыве от Бога, от Его Слова, а также от того откровения, которое он нам дает через рассматривание законов, закономерностей, процессов, происходящих в обществе, в человеческих коллективах. И, конечно же, научная литература, в которой происходит передача нам результатов исследования тех процессов, закономерностей, стилей управления, какого-то алгоритма, стратегий. Все это помогает. Иными словами, в одной руке мы держим Священное Писание, помним Господа Бога, который дает мудрости, который сопровождает нас в лидерстве, в руководстве. С другой стороны, мы обращаем внимание на учебную, научную литературу, которая, возможно, написана людьми верующими или неверующими. Теперь несколько таких вот ключевых характеристик и педагогического подхода, и установок для нашего курса. Ну, во-первых, знаете, мы не хотели бы, чтобы данный курс лишь только помог руководить или быть эффективным человеком в каком-то процессе. Мы хотели бы, чтобы данный курс послужил преобразованию человека, дал возможность соприкоснуться с вечным, добрым, красивым. Мы также хотели бы, чтобы данный курс оказал служение и был помощью для людей, которые несут свое, как говорится, служение Богу и людям в поместных общинах, а также в различных организациях, даже если они являются светскими, частными или государственными. Какая разница? Мы даем в этом курсе две перспективы – богословскую и профессиональную. И, конечно же, мы постараемся, мы постараемся с вами реализовать какие-то инновационные подходы в сфере педагогической, чтобы наше обучение было эффективно. Позвольте мне задать вам вопрос. Нужно ли вообще изучать лидерство? Нужно ли изучать руководство? Как вы думаете? Нужно. Ответ на этот вопрос неоднозначный. Потому что для кого-то, кажется, и так все известно, нужно жить, нужно что-то делать. Но, с другой стороны, обучение не всегда только происходит в аудитории. Не всегда происходит при чтении книг. Обучение происходит и в процессе реализации проектов. Когда мы ведем или когда мы за кем-то следуем. Для меня ответ на вопрос, нужно ли преподавание курса лидерства управления. Да, конечно же, нужно. И нужно ориентировать этот курс на такое практическое, я бы сказал, даже прагматическое значение. Если подойти к вопросу серьезно, как создать условия для того, чтобы можно было бы научиться лидерству и руководству эффективному, то здесь нужно было бы выстроить определенный такой педагогический подход. На мой взгляд, специфики лидерства и управления лучше всего учиться в том, в контексте, где оно будет применяться. Потому что сам контекст, он уже дает определенные ответы на специфику потребностей, стилей, подходов, стратегий, ценностей в конечном итоге. Я думаю, что лидерству и руководству нужно прежде всего учиться в тех организациях, в которых человек работает, в той команде, которой он принадлежит. Научиться лидерству в семье нужно в своей семье. Научиться управлять компанией нужно или быть менеджером среднего звена нужно в своей компании. Конечно же, внешние семинары, курсы, тренинги, даже может быть завершение полной программы высшего образования. Это все помогает. Но подготовка лидеров и руководителей должно происходить на местах. Почему? Потому что таким образом мы сможем создавать культуру развития лидеров. Таким образом мы сможем увидеть реальные примеры людей, которые не просто нам красиво рассказывают, но мы можем увидеть их жизнь, их поступки, их действия, их поведение. И увидеть результаты. И, конечно же, когда мы обучаемся лидерству и руководству в том контексте, в котором и применима наша деятельность, то мы можем увидеть некое поле реализации. А для чего все это я? Возьмем мы, например, команда образования. Если человек на необитаемом острове, команда образования может когда-то пригодиться. Но ему надоест слушать лекции очень быстро. А уж тем более попытаться организовать эту команду и проследить цикл ее жизнедеятельности. Заниматься стратегическим планированием в условиях, в которых ничего не планируется, и культура совсем другая, невозможно. Можно прослушать такой курс, но не применить эти знания. И получается, что когда мы находимся в том контексте, где есть условия для реализации, где есть возможность работать и развиваться, и совершенствоваться с помощью наставников, с помощью коллег, в реализации тех или иных проектов, это лучше всего, что можно придумать. Независимо от выбранного нами подхода, слушаем ли мы лекции, аудио, видео, участвуем мы в семинарах, читаем ли мы книжки, теории, практика, лидерство, на любом языке, на котором мы можем читать. Все это недостаточно без того, чтобы мы не включались, чтобы умственно мы не включались, чтобы эмоционально мы не включались в процесс, чтобы практически мы не включались. Поэтому нам необходимо делать сознательное усилие к тому, чтобы включаться в процесс. Пожалуйста, слушайте меня, но слушайте критически, записывайте комментарии, записывайте вопросы, поднимайте руку, останавливайте, а если вы смотрите видеозапись, выключайте, говорите, об этом я должен поговорить с более компетентными людьми. Пожалуйста, но включайтесь, потому что только тогда, когда человек включается в обсуждение, в анализ, в критическое осмысление, пытается сопоставить с своей практикой, или говорит, хорошо, вот я попробую, если это на практике эффективно, тогда поверю. Пассивное обучение не приносит пользы. Формы обучения могут быть самые разнообразные. Можно, конечно, у ног учителя, в горнице наставника послушать, расскажи, подскажи, как ты считаешь. Вообще, когда мы говорим об обучении, есть разные формы, и они все, в общем-то, в том или ином контексте срабатывают. Когда менеджеру нужно дать установки, то иногда планерка пятиминутная, когда все молчат и запоминают, что я говорю, это вот форма обучения, лидерство и управление. Директивно делай это, делай то, делай другое. Всегда, например, учиться лишь только так, в таком формате, слушая указания, наверное, человек, в общем-то, ничего особо не научится. Одно дело выслушать, что нужно делать. Пожарнику можно много раз рассказать, как нужно тушить пожар. Пожарники, они вообще-то занимаются тем, что часто занимаются тренировками. У них есть эти упражнения, как у музыкантов, как у спортсменов, так и у пожарников. Любая служба, от четкости действий которых, слаженности, и профессионализма зависит очень многое, они проводят достаточно интенсивно времени в обучении. Потому что легко в бою кому? Тем, кто много учился. Тяжело в учении, легко в бою. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Мой взгляд, лучшее обучение лидерству и руководству, конечно же, происходит в формате круглого стола, обмена мнений, вброс вопросов, разбор жизненных ситуаций, аналитика всех известных, принятие интуитивных решений, если группа людей, в которые вы вовлечены, как руководитель или как один из участников, собирается для планирования, анализа, решения каких-то вопросов и происходит взаимный обмен, тогда можно надеяться, что сообща и цели будут достигнуты, и никто не выпадет из команды, и много чего произойдет в Созидатель. Иными словами, обучаться лидерству можно в контексте, где применимо это лидерство и руководство, и когда это происходит с теми людьми, с кем в общем-то вы будете работать. Поэтому это лучший подход. Конечно же, все другие методы являются вспомогающими, как и сама жизнь, она тоже дает нам новые возможности для того, чтобы совершенствоваться. Когда мы преподаем курс лидерства, руководства, мы считаем, что получить максимальную пользу от этого курса можно лишь только тогда, когда человек запасется терпением, прослушает весь курс. и не удовлетворится услышанным или своим тем опытом. Но возьмет вот эту общую такую вот систему и говорит, хорошо, вот теперь я должен более глубоко, предметно разобраться к тому или иному вопросу. Этот курс не даст всех ответов, да мы и не сможем задать все вопросы. то, что важно нам сегодня, окажется неважным завтра и послезавтра день принесет нам новые вопросы. Мы даже не подозревали, что нужно на них давать ответы. Поэтому, естественно, что-то вы услышите, вы увидите, но я желаю, чтобы вы продолжали в общем-то думать, развиваться, вести диалог и общаться с другими людьми. Я могу дать много информации, но она не будет исчерпывающая. Мы можем говорить о каких-то вопросах, но это не будет в общем-то некий совершенный взгляд на те или иные вопросы. Самое главное, необходимо стимулировать сознание, необходимо иметь определенное систематичное представление о лидерстве и управлении, ну и и затем развивать компетенции уже в частных вопросах. На мой взгляд, лучший подход в преподавательской деятельности и с другой стороны и лучший подход к обучению лидерства управления, это через подключение к реальным проектам. Научиться руководить группой можно тогда, когда ты ей руководишь. руководить предприятием, когда ты им руководишь. Решать конфликты, когда ты их решаешь. Конечно, превентивно, проактивно лучше знать о том, с чем мы можем столкнуться, лучше запастись определенным багажом знаний, спросить совета у людей и максимально быть подготовленным. Тем не менее, тем не менее, как бы мы не могли себя подготовить к тем или иным ситуациям жизни, к тем или иным масштабам деятельности, только когда мы будем непосредственными участниками, тогда мы сможем разобраться в вопросах лидерства и управления. Я надеюсь, что после того, когда вы прослушаете этот курс лекции, у вас будут новые перспективы, новые горизонты, новые знания и желание может быть что-то скорректировать, развивать свои деятельности. Лишь только применив в практике, реализовывая какие-то проекты, вы сможете не просто закрепить, вы сможете в общем-то создать новое знание. Это будет уже ваше знание, это будет ваш опыт, это будет полностью неотъемливой частью вас, как руководителя и лидера. На этом мы завершим. субтитры Субтитры создавал DimaTorzok